На проспекте Кирова 75 сотрудники подрядной организации ремонтируют тепломагистраль. Она идет от Безымянской ТЭЦ и обеспечивает горячей водой и теплом в зимний период большую часть города. Подрядчики почти полностью откопали старую трубу, на 70% подготовили бетонные основания и уже наполовину смонтировали трубопровод. Всего здесь заменят более 500 метров старой тепломагистрали на новую диаметром 1000 миллиметров. На ней установят специальные датчики, которые будут в случае возможных порывов подавать сигнал в диспетчерский пункт. По словам подрядчика такая труба прослужит более 50 лет. Если ранее изоляция была немного другого конструктива и не совсем совершенно, то на сегодняшний момент довольно-таки очень хорошая изоляция и соответственно это более долгий срок эксплуатации. И диаметр соответственно большой и пропускная способность его большая. Подрядчики приступили к ремонтным работам и во дворе дома 159 по улице Старозагора. Здесь заменят 250 метров трубы диаметром 800 миллиметров. Работы ведутся уже неделю. Сейчас откапывают старые трубы, вскрывают тепломагистраль и завозят новые материалы. Все жители подключены к горячему водоснабжению. Перед производством работы по тепловой сети мы запитали временно всех потребителей через другие трубы, проще говоря. То бишь для них разницы никакой не будет. И в зиму они уйдут с новыми трубами, с новым отоплением. Эта труба, она рвалась, поэтому для них это как бы, ну и для нас это большая, так сказать, ответственность. И это очень будет положительно для города в целом, потому что 800 труба питает большую часть города. Приступили к работам и по улице Нагорной. Перед началом работ потребители переключили на другую трубу горячего водоснабжения, поэтому весь период проведения работы у жителей будет горячая вода. Всего городские власти в этом году запланировали отремонтировать 15 тепломагистралей, а также дополнительно заменят еще 10 километров теплосети. Это еще 7 участков. У нас дополнительно появилось, но из этих 10 половина мы будем делать в Октябрьском районе. Я называл уже этот квадрат, который в принципе с 20 июля должны выходить там подрядчики. Уже как бы ставится последняя точка в торгах по Т-плюс и выходят люди работать. То есть здесь тоже как бы мы видим эту проблематики нет, но будет сжатый режим работы. Все ремонтные работы подрядные организации завершат в середине сентября, а также благоустроят территорию. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...